Крайняя сессия Кубанского парламента в уходящем году оказалась богатой на принятые решения. В повестке 35 тем для обсуждений. И уже в первом чтении депутаты единогласно одобрили проект закона о создании в краевой администрации управления по миграционным вопросам. С инициативой о создании новой структуры выступил глава региона. Сейчас в крае работает больше 70 тысяч иностранцев. Это те, у кого есть разрешение на трудоустройство. Но есть и те, кто нарушает миграционное законодательство. Таких случаев только с начала этого года зафиксировано 20,5 тысяч. Новое подразделение должно скоординировать работу в этом направлении между краевыми, муниципальными властями и правоохранительными органами. При этом никаких дополнительных затрат из бюджета на создание управления не будет и штат администрации не расширит. Структуру сформируют за счет перераспределения уже имеющихся кадров. Это очень важно. Такое управление должно появиться. Потому что миграционные процессы однозначно не могут брошены быть на самотек или каким-то естественным способом регулироваться. Я не против трудовых мигрантов легальных, безусловно. Но понимание, что они дают, что они строят или не строят, или вообще что они делают, и что мы в итоге получим от того, что эти иностранцы приедут к нам, мы должны хотя бы понимать. И вот здесь я попрошу Алексея Сергеевича Погородский, давайте вернемся к комиссии по мониторингу миграционных процессов. Туда войдут уважаемые люди нашего региона, общественные деятели, депутаты войдут. И вот такая комиссия будет принимать решение и по квотированию, и по выдачу патентов, по отдельным, подчеркиваю, отраслям экономики. Крайняя плановая сессия ЗСК в этом году стала знаковой. Благодаря еще одному решению на Кубани сохранят льготный проезд на автотранспорте между Северским районом и Краснодаром. Депутатам внесли соответствующие изменения в региональный закон о дополнительных мерах соцподдержки по оплате проезда отдельных категорий граждан. Так сложилось, что маршрут между двумя муниципалитетами края частично проходит по территории Адыгеи. И в этом году после изменения федерального законодательства стал считаться межрегиональным. Из-за чего ветераны Великой Отечественной войны, их вдовы и инвалиды, проживающие на Кубани, могли остаться без льгот на проезд. Поскольку льготный проезд на данных маршрутах не предусмотрен, около полутора тысяч льготных категорий граждан в настоящее время не могут им воспользоваться. На реализацию закона проекта дополнительных средств из краевого бюджета не потребуется. В уходящем году кубанские парламентарии приняли ряд важных законов в разных отраслях и направлениях. В Крае делается все, чтобы помочь сельхозпроизводителям и защитить их продукцию. Первый в России закон о животноводстве, государственные программы для фермеров-садоводов, инициатива о защите кубанской продукции, которую уже поддержали в Совете Федерации. Также в этом году депутаты приняли закон, защищающий права обманутых дольщиков. Серьезных штатов мы добились решения проблем обманутых дольщиков. С вашей поддержки, поддержки прокуратуры и края, и Южного федерального округа мы закон приняли компенсацию для инвесторов, тех, кто принимает сегодня активное участие в достройке этих домов. Мы вывели компенсацию в прозрачное поле. Есть закон, есть понимание в каком соотношении и как это все делается. Это очень важно, что такой закон в Крае появился. Стало все легально и стало все прозрачно. Я уверен, что общими усилиями к 2020 году, к 2020 году мы проблему с обманутыми дольщиками в нашем крае решим. Потому что, еще раз подчеркиваю, все механизмы заложены, все возможности есть. Предмет долгих споров и размышлений. Во втором чтении окончательно принят главный финансовый документ региона на предстоящий 2019-й. Краевой бюджет станет больше на 15,5 миллиардов рублей. Это деньги, которые региону выделили из Федерации. Больше 7 миллиардов рублей дополнительно пойдет на социальное развитие, а также деньги направят на строительство и ремонт дорог и поддержку АПК. 15 миллиардов, даже 15,5 мы федеральных денег еще раз перераспределили. Коллеги, это не просто Федерация нам деньги дала. Это проекты по принципу софинансирования. И, конечно, куда они пошли? На здравоохранение. И дальше, конечно, социальная политика, образование. Все социальные направления. Вот давайте вместе не только распределять деньги, но и контролировать. Вместе очень такой жесткий, депутатский, да просто совместный контроль. За любой копейкой, которая выходит из бюджета, в любом направлении. Мы за этот год много сделали, много приняли очень важных законопроектов, которые, коллеги, наверное, не потому что для галочки мы взяли их, приняли жизнью они обусловлены. А теперь самое главное, чтобы эти законопроекты были реализованы. Потому что мы же принимаем для того, чтобы на самом деле что-то улучшить, изменить, создать. И вот здесь должен быть максимальный контроль, в том числе и с вашей стороны, для того, чтобы эти законы заработали, чтобы они остались только на бумаге. Те законы, которые на самом деле конкретно улучшат состояние нашей экономики и жизнь людей. Работа проводится совместно. Нет никаких препятственных мыслей и тем более нет никаких препятственных действий. А все по взаимному пониманию и мысль одна. Сделать как можно быстрее, как можно лучше для нашей родной Кубани. Добиться таких результатов кубанскому парламенту удалось уже в новом составе. Сформировался он чуть больше года назад. За это время был выполнен действительно большой объем работы, отметил глава региона. В следующем 2019-м задач не меньше, а значит важно не сбавлять темпы. Ведь только при такой совместной работе исполнительной и законодательной власти зависит улучшение качества жизни кубанцев. Яна Бузычкина, Виктор Чаусов, Алексей Комаров, Кубань, 24, Краснодар.